Девчонки, мальчишки, я вам очень прям настоятельно рекомендую посмотреть вот это вот видео. Оно, в принципе, на сайте, не на сайте, а на канале в YouTube Светланы Самой Драган. Вообще, много есть мне что сказать. Вот то видео, которое сейчас конкретно я смотрю, оно полностью озвучивает не только мои мысли, но и ощущения вообще. Вот то, что я сейчас в данный момент чувствую, то, что со мной происходит, то, что мне приходит в последнее время, резонирует прям вот с тем, что она говорит один в один. Я эти даже мысли озвучиваю в разговорах с родителями. То есть здесь не всё сюда попадает на YouTube. И вот всё то, что происходит, какие-то ситуации жизненные, которые происходят, какие-то мысли, которые сейчас приходят мне в голову, она полностью озвучивает мои мысли. Это вот прям, знаете, лучше и не скажешь. Вот даже если я буду рассуждать на какие-то, философствовать на какие-то темы, на происходящие проблемы, которые сейчас есть вообще, на то, что происходит сейчас в мире, вот моих слов, даже моего словарного запаса не хватит, то, что вот так вот разложить по полочкам. Она достаточно такой не то чтобы известный астролог, но я познакомилась с ней давно, и именно с неё началось моё желание купить книги по астрологии, да, более глубоко копнуть эту тему. Но человек с виду, скажем так, только занимается астрологией, да, но если глубоко копнуть, то есть она многие вещи, вот знаете, вот люди многие, которые даже обладают какой-то степенью виденья, степенью предвиденья, они не озвучивают многие вещи. И то, как она делает тонко завуалированное сейчас в данный момент времени, ну, потому что тебя могут признать, не знаю, немного сумасшедшим, немного не таким. А вот мы вчера с мамкой недавно обсуждали, ну, вчера вот обсуждали эту тему, что если вдруг, допустим, ты пришёл в какую-то компанию и говоришь, что ты не пьёшь, что ты не куришь, и, допустим, не дай бог не ешь мясо, то тебя сразу записывают в секту, да. Сейчас как-то не принято за последние 20 лет, как-то исказились ценности, и если ты говоришь о любви, о сострадании, о помощи, о благотворительности, то тебе крутит у виска. Реально, я сталкивалась с таким, что когда ты говоришь, там, я помогаю животным, я отправляю деньги, там, за животных, я, в принципе, смотрю, там, что творится, допустим, там, в мире, в разговорах, в переписках, в комментариях, да. И если, вот, допустим, ты озвучиваешь какие-то вещи, то это, то есть в коем это веке порядочность, я не знаю, целомудрия, закрытая одежда, она считалась плохим тоном, да. То есть сейчас на первое место выдвигаются обсуждения сумок, вот, допустим, недавнейшая история с Ритой Дакотой и Рудковской, да. Это вот, ну, обнажает просто через эти истории, обнажается существующая действительность, когда брендовые вещи, они на первом месте, то есть не то чтобы скандал ради сумок, это просто ситуация, это обнажило просто то, что сейчас в данный момент происходит в обществе, то, какими категориями рассуждают люди, вот, а, то есть я без осуждения к этой ситуации, просто сумка, вдумайтесь, вот, вдумайтесь, вот, я, знаете, вот каждый раз, я вот почему-то вот в последнее время, в последний год вообще сквозила у меня на примере сумок, подача моих некоторых рассуждений, философствования и о ценностях в этом мире, и вдумайтесь, сумки. То есть, понимаете, человека определяют и вхожесть его в определенное общество, в ВИП-общество, вот, риговизне сумки. Чтобы попасть в ВИП-залы дома Луи Витон, нужно стать в ВИП-клиентов, набрав там что-то на какие-то миллионы сумок и вещей. То есть, для того, чтобы попасть просто в какую-то комнату, в какой-то отдел магазина, нужно купить на... Ну, то есть, для меня это, вот, честно, я вот всегда... Вот я смотрела, есть блогер, которого я раньше смотрела, сейчас не смотрю, потому что у нее пошли видео, там, я не знаю, гардероб моих подруг, там, я не знаю, машины моих подруг и так далее. Вот, раньше как-то я смотрела, а потом перестала, потому что мне эти темы неинтересны. Потому что, ну, для меня это посмотреть видео, сколько стоит гардероб какого-то чужого человека, ну, для меня это пустое, для меня... То есть, мне даже в голове это не укладывается, я даже не понимаю смысл такого времяпровождения за просмотром таких видео. Вот, и меня вообще не понимает, как можно гоняться, ну, не понимаю, как можно гоняться за сумкой, там, стоимостью 500 тысяч. Это кусок, даже не кожи в некоторых случаях. Это кусок, это материя, это вот, это как за этим гоняться. И вот эта вот паника, которая... Не паника, а вот это вот тоже. Вышел телефон, люди там стоят с вечера, ну, там, новый айфон, новая модель айфона. Люди с ночи занимают очередь, чтобы первым купить этот телефон. То есть, это маразм, который вот в моей голове, вот лично, вот в моих, в моём мире ценностей, он не укладывается вообще кичиться стоимостью чего-то и определять ценность человека по количеству вещей, денег. Ну, какие-то, вот в моём, вот я говорю, в моём мире, ну, как бы, это абсурд, маразм, и... Ну, то есть, я этого не понимаю, ну, просто вот не понимаю. А такие вещи, как закрытость, как пропаганда, целомудрия, ну, наоборот, вот там здоровый образ жизни, и там, ты приходишь в компанию, говоришь, что я не пью, и тебя сразу записывают в какую-то секту. То есть, такие перекосы происходят, в последнее время происходили, что ты просто вот, ну, как-то охереваешь вот, правда, от происходящего. И вот это вот всё сейчас настолько... Ну, она не по полочкам, у неё очень сложный слог. Одно выстекает из другого. Она не строит простые предложения. Я реально понимаю, что, произнося какие-то вещи, она внутри, в голове выстраивает конструкции, что можно говорить и что нельзя, и она на самом деле знает намного больше, чем она может сказать. Вот. Она обличает в данный момент сейчас религию, но в очень аккуратной форме. Да, вот всё то, что происходит сейчас, что... А где Бог вообще в храмах? Где Бог? Где ты можешь купить себе, отмолить себе грехи? Ну, как, знаете, как раньше индульгенцию получали. Грешишь, грешишь, а потом, ну, вот, в Средневековье там было. Ну, пойду-ка я. Деньги у меня есть? Есть. Пойду-ка я куплю себе. Выкуплю грехи все, если я отмолю. Индульгенцию выкуплю себе. Понимаете? То есть безгрешность твоя, она отождествлялась с количеством денег. Можешь ли ты выкупить эти грехи или нет? То есть это тоже для меня вот некий... И сейчас то же самое. Где сходи, заплати денежку, закажи какую-нибудь службу. То есть Бог и финансы, они как-то смешались всё в одно... в одной котле. Вот то, как она это рассказывает, вот вообще, вот я всем рекомендую прослушать хотя бы вот это вот одно видео. Я рассуждать на эти темы могу бесконечно. Вот. Послушайте просто её. Она полностью озвучивает всё то, что сейчас происходит, и всё то, что будет происходить в ближайшие полгода. Улица очень прохладная, девчонки. Ну, сейчас дни такие пошли, они не очень жаркие. Здесь у нас что варится, мам? Баранина. Что-то мне уже надоело баранина. Да? Ну, вчера что-то поехали, хотела я свинину купить, и что-то быстро-быстро, и... Что-то ребёнок надо сходить. Мы люди, знаете какие, нам хорошо тоже, плохо. Да, да. Ну, мы такие капризные, нам это не то, это не то, это не сё. А как вы думаете, зачем мы сюда идём вообще? Вот зачем мы сюда идём? А потому что сбылась моя мечта. А потому что, вот посмотрите, чего творится. Это первые помидорки, я говорю, батя. Я говорю, если б не я, эти помидоры были бы твои. Вот, ладно, я их съем одна. И вон ещё есть тоже у вас. Ну, вы такие такие там. Чё убирать? Вот. Какие поспелее. Вот. Поспелее. Ой, боже, девочки, они так пахнут. Вы просто не представляете, как они пахнут. Вообще ни в какое сравнение не идут с помидорами, которые продаются на рынках. Вообще, вы посмотрите. Боже. А-а-а, господи. Вообще послёновые считаются, ну, то есть помидоры считаются ядовитыми, по идее. Сейчас мне все будут завидовать. Ну, я имею в виду из моих родноков. Потому что я-то их буду есть, а я ни с кем не поделюсь. Ну, просто чё делиться? Смысл делиться? Потому что, ну, блин, не мне, как говорится, не мне, не им. Да, один кто-то должен есть. Кто-то один. Я готова, конечно, кому-то отдать, но у меня их никто не возьмёт. Не возьмём, конечно. Вот. Поэтому их и буду есть только я. Боже, господи, я так обожаю помидоры. Вот, всё, видите, вот. Я четыре помидорчика. Помидорчик, а-а-а, не могу. Господи, что для счастья-то нужно? Сейчас я сделаю себе тарелочку. А у меня единственное, только сыр закончился. Это сыра нету. Ну, у меня есть другой сыр, я... А? Перец не сорвать тебе? Нет, я сейчас себе сделаю яичко. Ну, два яичка, наверное, себе сделаю. Сначала курочка надо сходить, яичко попросить. Да? Да. Это как? Ну, ни одного дома яичка нету. Правда, ни одного яйца нет дома. Видите, у меня свежие яйца будут. Прямо из-под курицы у меня будут. Я сейчас порежу помидорку, вот чуть-чуть майонезик, оливкового масла и сыра покрошу туда. Будет просто нереальная вкуснотища, просто яичко у меня будет. Вот, я все себе придумала завтрак. И апельсиновый сок. Я вам сейчас покажу. Нет, мама, они только здесь, по-моему. Есть еще? Да, да. Офигеть. Новичок. Новичок, вот один... Вы просто пахнет, пахнет просто космически. И вот еще, елки-палки. Да? Да. Вот красненький. Я говорю, все, я остаюсь у вас еще на... Смотри, пока помидоры не кончатся. Как вы смотрите на это, если я останусь еще здесь? Мы что, против, что ли? Еще на месяц. Еще на месяц. Помидоры начали спить. Спасибо тебе. Вот, значит, есть еще. За то, что у меня такая работа. Это хорошо, когда есть у кого остановиться. Все, мама, обход пошла посмотреть, где еще, чтобы прицелиться, примериться. Да, чтобы тебе надольше хватило. Вот завтра я еще сорву. Еще вот здесь вот я сорву завтра. Вот это вот должен поспеть уже более-менее. Вот там поспеть должен быть. И вот там мамка надыбала. Ты запомнила, где они? Вот здесь, что их дыбать. Они сами крикнут, мы здесь. Сейчас пойду яичко тебе сорву. Ой, это принесу. И у меня просто будет этот... Завтрак, да. Завтрак, да. Такой прям как деревенский, свежий. Прям только что из-под курей. Из-под... Из огорода. Пахнет. Кайф какой, а. Надо моего посмотреть, что там с ним. Я вчера легла в три часа. Встала сегодня, кундалини не стала делать. Но я, знаете... Как это вам сказать-то? Не поставила себе цель 40 дней проходить. То есть я поставила себе просто делать каждый день что-то для себя, там, для здоровья. Может быть, вечерком сделаю. Ну, короче, нет у меня такого, что я прям вот-вот... А где мой? Что-то не поняла. А где мой? А где мой? Что-то не пойму. Сейчас искаю мой завтрак. У меня сегодня две великолепные новости с утра. Это помидоры, наконец-то, начинают поспевать. И вторая новость у нас включилась, наконец-таки, колонка. Я могу нормально откиснуть ванной, помыться, набрать ее с солью, поставить свечи. Боже, мне сейчас просто будет райское наслаждение. Что еще для счастья нужно? Простые, банальные, элементарные вещи, которые мы не ценим в повседневной жизни. Но у нас реально здесь колонка проблемы. Мы каждый вечер нагреваем чайник воды и идем купаться в баню. Растворяем это все в... Как его зовут-то? В тазике. Смешиваем с холодной водой и моемся. Вот. И мне... Я не могу уже который день нормально просто искупаться. Мы можем затопить, конечно, баню. Вот. Но что-то как-то... Летом не хочется повышенных температур. Не хочется вот этого еще... Жара, огня. Поэтому я предпочитаю в ванной. Вот. Как-то такое. Значит, на завтрак что у меня? Яишенка. Потом два хлебушка в тостере сделала. Не уверена, что я их съем. Сыр, который взяли вчера белорусский. Тильзитер. Но он на тильзитер вообще не тянет. Скорее всего, больше на слугу. Не на брынзу. Но какой-то похож. От тильзитера, который германского. Вообще далек. Потом... Помидорка. Это у меня кислое молоко. Мацони как-то по-другому его называют. Вот это вот смотрится не очень симпатично. Но это фета. Филипп Морис. Ой, не Филипп Морис. Господи. Филипп Пейн. Ну, короче, хорошие такие. Вот по составу прям смотришь действительно. Оно не стоит, как чугунный мост. Ну, для многих. То есть 250 рублей маленькая баночка. Но я беру по акциям часто. Вот. И апельсиновый сок. Такой у меня завтрак. Плотненький с утра. И сейчас кого-нибудь я буду смотреть. И наслаждаться просто жизнью. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.